Аким области Айдарбек Сапаров и министр национальной экономики Алибеку Антыров посетили районы Североказахстанской области. В Кызылжарском глава нациоэкономики ознакомился с деятельностью ряда промышленных предприятий, производственные и социальные объекты в центре внимания и в ходе визита в Акаинский район. Подробности смотрим далее. Североказахстанскую область с рабочей поездкой посетил министр национальной экономики Алибеку Антыров. Он побывал в нескольких районах региона. В Кызылжарском представитель Кабмина ознакомился с работой товарищества «Кызылжарсуд». В прошлом году предприятие завезло из Германии поголовье сементальской и галштинской пород. На сегодняшний день 1410 у нас голов в общем находится, 640 голов – это дойное поголовье. Вообще, плана 820 голов мы планируем к осени этого года, мы выйдем на полную 100% мощность. 60 человек численность работников, 220 тысяч – средняя зарплата. И хотелось бы тоже подчеркнуть, господдержка – это те субсидии, которые мы получили на стройку, на инвестсубсидии. То есть в 2021 году, в 2022 году. Здесь коровы и стройка. В следующий день мы получаем на молоко, на 1 кг молока в районе 35 тенге. Мы по сегодняшний день полмиллиона тонн молока импортируем. До 2019 года всего по Казахстану строилось два современных только молочных товаров фермы. После вот этого пилотного проекта мы первые сделали. Год мы 8-10 фермы строим. Затем Олибек Куантыров отправился в село Аралагаша Каинского района. Здесь в ноябре прошлого года запустили птицефабрику «Северный бройлер». Предприятие практически полностью автоматизировано. На нем используется немецкое оборудование. Общая стоимость проекта – 11,2 миллиарда тенге. Из них более 50% компания получила через акционерное общество СПК «Солтустэк». В фазе строительства еще шесть птичников. До конца года, думаю, мы закончим. Также сейчас идет у нас параллельно инкубаторный строительство и здание комплекторного завода. Тоже в этом году запуск у нас. Средний вес птицы выходит с птичников где-то 2,8 килограмм. После забоя где-то у нас выходит около 70 тонн мяса. На птицефабрике отмечают, что их продукция пользуется большим спросом из североказахстанцев. При этом мясо птицы, которое возится из соседних стран, реализуется в Казахстане по низкой цене. Поэтому нередко покупатели из соображений экономии берут не отечественный продукт, а заграничный, отметил Талгат Мактаев. В любом случае здесь конкуренция будет где-то через цену, где-то через качество. Пока данная продукция соответствует ветеринарным нормам в рамках ЕАЭС, мы ее запрещать не можем. Я думаю, с учетом ваших планов, можно будет не только потребность области закрывать, но и дальше. Где-то на экспорт уходят другие страны. У здания Ралагашской средней школы имени Каэрбека Уразова Алибек Куантыра встретился и побеседовал с местными жителями. В 2021 году был сделан ремонт школы в рамках проекта АОЭЛ Ельбисеге. 78 миллионов тенге были направлены на работы, объект преобразился. По той же программе нам выделены деньги на ремонт дома культуры. Сейчас работы ведутся. Проблемы с дорогами и водой в селе нет. Живительная влага заведена в каждый дом. При Аралагашской средней школе имени Каэрбека Уразова функционирует мини-центр, а еще интернат для ребят из близлежащих сел. Сюда их привозят на газели учебного заведения. Проблем с горячим питанием в школе нет. Продуктами объект образования обеспечивает командитное товарищество «Зенчин Каэка».